Привет, друзья! Ну что ж, номер три нашего плейлиста снова Элдис. 99-й год, та же самая проблема, сгнила морда, сгнил задний правый угол. Модель Мистраль, но по сути это тот же самый Элдис Висп, потому что он такой долгожитель. Вот эта передняя часть, передняя морда, она выпускалась с начала 90-х годов. И шла она сначала на Элдис и Висп, и, видимо, из-за ее простого производства, потому что она сделана из стекловолокна, ее ставили на вот эти модели Элдисовские, такие самые бюджетные. И проблема у них всегда одна, это подоконник, и сгнивают внутренние закладные вокруг окон. И вот 99-й год, но панель стоит по сути такая же, как стояла на прицепе начала 90-х. И все, что менялось в этом прицепе, это немножко менялся дизайн мебели, и менялась сама задняя часть. А сейчас я возьму камеру и покажу проблемы этого прицепа. Вот, как видите, задняя панель уже такая, достаточно современная. Современные фонари. Начало 2000-х. Закладная. Задний правый угол, вот он весь шатается, можно засунуть туда руку, и там вот уже высыпается. Но часть я уже высыпал, поэтому там осталось не так много. Сгнивает, как правило, вот самый задний угол. Ну вот в этом прицепе сгнило до начала дверки. Полы живые, поэтому здесь только заменить закладную, и заново загерметизировать по всей длине, и закрепить пол, чтобы было жестко. Ну сейчас разбор в процессе. Здесь, как видите, все нафиг сгнило. Вот смотрите, многие пренебрегают вот этими молдингами. То есть нет на прицепе этих резинок, да, и бог с ним. Вот тут деревяшка вся гнилая, он крыша гуляет здесь, потому что герметик уже весь, посмотрите, в каком состоянии. Просто от времени. Ну вот хороший молдинг, саморезы вообще в идеале. Даже не ржавые. То есть если бы был хороший качественный герметик, то и проблем бы, возможно, у этого прицепа не было. И здесь тоже самое. Саморезы отличные. Вот хороший плотный молдинг. Так что не пренебрегайте этими молдингами. Если у вас их нет, обязательно их ставьте. Панель снята. И тут явно что-то не хватает. Тут вообще все в хлам. Вот оно место протечки. Здесь герметик высох. А стыка панелей не было. И вода попадала, затекала и протекала вниз. Вот так все это выглядит. Вот. Что показало вскрытие? Так. Сейчас я все разобрал. Снял рамки все. После удаления здесь все у нас... Ну, удалил фанеру. Здесь все сгнило. С этого угла. Там небольшой кусочек подгнил. Ну, по факту здесь, конечно же, уже ничего не держится. Буду я переделывать на цельную доску. Вот я буду цельную пускать по всей длине. Потому что здесь, кстати говоря, тоже все гнилое. Ничего не держится. В оригинале здесь у нас идет... На этой тоже, видите, все сгнило. Все болтается. Много-много реечек. Здесь вот так вот. Раз-два. Между ними пенопласт. Видимо, делается это для облегчения. Но я буду от этого уходить и делать цельную доску. Для крепости это, я уверен, будет лучше. Пришлось изготовить новый подоконник. Вот я его уже обклеил самоклейкой. 25-й подоконник. Ну, сейчас после того, как я его отстругал, отшлифовал, он где-то 22-й стал. Это цельная доска. Снизу поставил оригинальный алюминий. А старый подоконник был из ДСП. Конечно, он весь уже в труху. Весь гнилой. Никакие саморезы в нем не держатся уже. Все повырывало. Ну, понятно, да? Он и тонкий, и гнется. В общем, никакой силовухи от него, естественно, не добиться. Поэтому сейчас буду вклеивать новые уголки. Крепить подоконник. Все стягивать по вот с этой стороны, внизу, закладная пола также подгнила. Ее придется поменять небольшой кусок. А здесь у нас пол в хорошем состоянии, но саморезы все сгнили. Как видите, вот зазор идет. То есть, стена отошла. Вон там гнилой саморез, его даже видно. Это надо будет снять молдинг, снять декорацию, снять арку и заново все протянуть. При необходимости, если что-то нужно будет там менять, придется это все заменить. Будет видно только после того, как снимется алюминиевый профиль. И вот эта декоративная алюмишка, накладочка. Так что работаем дальше. Молдинг снят. Вот в принципе здесь полы в хорошем состоянии. Немножко ушли вниз, если видно. А вот что происходит с саморезами. От времени. А видите, они сгнили. И просто болтаются. А в задней части они просто выкрутились. Поэтому сейчас их необходимо заменить на новые. Вот этот тоже выкрутился. Вот он. И уменьшить шаг, чтобы жестче закрепить панель боковую к полу. Ну пол, конечно же, надо будет выровнять. Сейчас я выровню пол, а дальше уже буду крепить переднюю панель, крепить пол жестко. И крепить панель, восстанавливать всю силовуху. Силовуха готова. Подоконник закреплен. Все крепко. Здесь спереди решил я алюминиевый профиль этот не использовать, а использовать 8-миллиметровую фанеру. То есть я вклеиваю листы, сажаю их на клей для добавления жесткости. То есть вот такая фанера, достаточно толстая. Вот так будет закрываться. И все это будет обвязываться. Соответственно, у нас такого качения поперечного или там вверх-вниз. Вот так вот. Мы этого избежим. Сюда тоже буду ставить, вклеивать 8-миллиметровку для большей жесткости. Понизу пойдет оригинальный уголок. Тоже вклею его на герметик. Так что... И дальше уже собирать. Из передней части у меня осталось единственное целое конструкция. Это вот это. Все остальное вообще отсутствует. Новую я левую сторону сделал. Вот она у меня. А окна придется вот как-то колхозить. Плюс еще здесь еще равноразмерную рамку надо сделать. Вот она здесь ушла. Здесь вот толстая. Она сгнила полностью. А по бокам она на нет сходит. Я вот туда брус вклеил уже. Новый. Потому что там тоже все сгнило. И вот сейчас надо еще ее изготовить. Чтобы лист крыши прижимался как положено. Работаем. Полы также прошелся по всей длине 50-кой. Вот, вот, вот. То есть уменьшил шаг заводского укрепления. С той стороны тоже самое. Очередной этап. Практически все готово к установке панели. Осталось обработать дерево пропиткой. Чтобы оно даже не набирало влагу из воздуха. Не стал я делать вот в этих местах кучу реек. Как в оригинале. Вот так вот здесь. Много каких-то планочек. Все это на скрепочках. Сделал из цельной доски 96-ой. Все это вклеил между собой. Плюс у меня все рейки между собой соединены торцевым соединением. Вот так вот. Все это добавляет жесткости. Теперь это все. Даже нет намека на шатание. Фанеру ставим сразу. Чтобы она уходила заподлицо подоконника. Не встык. Внутри был. А чтобы фанера была заподлицо. Сверху то же самое. Вот она у меня фанера уже вставлена. Под верхнюю полку я ее завел. И прижал бруском. Теперь вот так все это выглядит. Спереди фанера восьмерка. Которая тоже хорошо, отлично добавляет жесткости. Закреплена она саморезами по периметру, по низу. Эту полку я тоже закрепил. Теперь можно на нее встать. И попрыгать даже. Вот. Сейчас пропитаю. После установки панели фанеру вырежу. Внутри установлю дополнительно. Вот эти места. С внутренней стороны установлю фанеру. И все. Можно ставить окна. Все обработано. Конечно же, те места, куда вы планируете накладывать герметик в будущем, обрабатывать не стоит. Потому что здесь все равно зальется все герметиком. Так или иначе, даже если дерево впитает, все равно оно будет такое маслянистое. И герметик не плотно не приклеится. Вот это вот, видите, вот здесь вот у меня идет панель крыши. Здесь разноразмерная планка. Я ее изготавливал. Ну, новую делал. Чтобы панель крыши и передняя панель плотно были как бы притянуты к самой раме. К рамке. Поэтому здесь я не обрабатываю. Здесь все будет заливаться герметиком. Чтобы все это, клей герметиком, соответственно, чтобы все это как следует плотно. И герметично было в будущем. Ну что ж, друзья. Ремонт закончен. Я уже не стал снимать, как я ставил панель. Панель на месте. Все молдинги на месте. Все загерметизировано. Все восстановлено. По сути, ремонт закончен. На переднем стекле у меня вот такая наклейка. Здесь были две большие трещины. Из-за того, что прицеп гулял, стекло просто разорвало. Я его заклеил. Ну, так как трещину, понятное дело, не скрыть. Я наклеил вот такую наклеечку. Очень эстетично смотрится. И трещины не видно. Теперь прицеп у нас просто монолитный. Я увеличил количество крепежных элементов, крепежных соединений в несколько раз по отношению к заводскому. И, я думаю, долгие-долгие годы прицеп верой и правдой будет служить своему владельцу. А сейчас я возьму камеру и покажу вам, как получилось все внутри. Мы внутри прицепа. Передняя панель теперь из оригинальной английской двухмиллиметровки. Одного тона. Все красиво. На внутренней стороне стекла у меня вот такая наклеечка. Видите, с домиком. А вот они самые, те самые трещины. Внутренняя и вот внешняя идет. Уголки заменены. Здесь я поставил раскладочки. Чтобы скрыть соединение с той стороны, то же самое. Новый подоконник. Мощнейший. Здесь уголочек. Все это для красоты, так сказать. Удалось мне сохранить внешние молдинги на соединении, на стыке панелей. Как бы по заводскому варианту. Здесь уже нет, потому что здесь у меня стоит цельный лист. Никаких соединений нет. Вот так получилось. Итог работы. Отличный. Крепкий прицеп. Ну вот, друзья. Ремонт прицепа каравана Элдис Мистраль закончен. И буду приступать к очередному ремонту номеру 4 нашего плейлиста. На этом, наверное, все. Берегите себя. Следите за своими прицепами и караванами. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!